В рамках следующего выпуска цикла, посвященного армиям мира, Калиберас рассмотрит состав, вооружение и боевую эффективность подразделений специального назначения Пакистан. Пакистан – ядерная держава и обладает боеспособными и хорошо организованными вооруженными силами, включая элитное подразделение, специализирующее на нетрадиционных и асимметричных боевых операциях. Эти силы специальных операций известны как группа специальных служб – Special Services Group или SSG. Подразделения армейского спецназа Army SSG и спецназа ВМС Navy SSG являются основными компонентами SSG. Армейский спецназ Пакистана зародился при активной поддержке американских инструкторов в 50-х годах XX века и сегодня считается одним из лучших в мире. Участие армейского спецназа во всех вооруженных конфликтах Пакистана, а также его активное участие в антитеррористических операциях, подтверждают его высокий профессионализм и эффективность. В июне 2003 года в Пакистане был принят план реорганизации SSG, предусматривающий увеличение численности спецназа в три раза в течение 10 лет. Главная база SSG находится в Оттоке, а учебный центр – в Чарате. На сегодняшний день армейский спецназ объединен в 8 батальонов и 3 роты, включающих около 7 тысяч военнослужащих. Четыре батальона входят в состав дивизии, однако фактическое число военнослужащих держится в строгой тайне. Каждый батальон спецназа специализируется на определенном типе операций и состоит из четырех род, которые, в свою очередь, делятся на группы по 10 спецназовцев. Армейский спецназ известен как «краповые береты» из-за характерных головных уборов – темно-бордовых беретов с серебряным значком SSG на небесно-голубой вспышке. Кандидаты на службу в спецназе должны быть гражданами Пакистана в возрасте от 25 до 39 лет, прослужившими не менее 5 лет в вооруженных силах страны. Кандидат должен иметь право на доступ к секретной информации и соответствовать физическим требованиям для военнослужащих спецназа. После успешного медицинского освидетельствования отобранный персонал проходит обучение в школе парашютной подготовки в Пешаваре. По завершении курса после 25 прыжков им присваивается квалификация Skydiver. Квалификационный значок Mountain Warfare выдается после завершения курса в школе Mountain Warfare в Аботтабаде. После получения аттестата воздушно-десантной подготовки военнослужащие должны прибыть в школу в Чарат из Пешавара пешком, преодолевая примерно 63 километра с полной военной экипировкой весом в 30 килограмм. Учебные курсы спецназа уделяют особое внимание как физической, так и умственной подготовке курсантов. Каждый день они проходят тесты на стратегическое мышление и выполняют различные задания, например, прохождение 36-мильного марша за 12 часов. Программа базового курса военной подготовки охватывает широкий спектр дисциплин, включая дзюдо и карате, обучение обращению со специальным оружием, химическими веществами и их обезвреживанию, обучение военной навигации, а также навыкам выживания. Школы спецназа предлагают специализированные курсы, которые позволяют курсантам выбирать направления для особых боевых действий, таких как действия в снежных высокогорьях, в горных условиях, воздушно-десантные операции, боевые действия в пустыне, снайперские действия и подводные боевые операции. Знак Combat Diver выдается после прохождения курса военно-морского спецназа SSGN в Карачи, который включает три класса боевых пловцов в зависимости от пройденного расстояния. Для дополнительного профессионального роста предусмотрены курсы повышения квалификации, которые могут продолжаться до 25-30 недель в зависимости от выбранной специализации. Из-за строгого тренировочного процесса показатели отсева из группы спецназа достигают от 85 до 90%. Ежегодно тысячи кандидатов выражают желание пройти отбор на вступление в спецназ SSG, но только от 100 до 120 курсантов получают рекомендательное письмо для группы специального обучения. Обучение включает совместное прохождение курсов с военно-морскими коллегами на острове Моноре у берегов Карачи, где выдаются квалификационные значки от военно-морского командования. По завершении учебного курса бойцы SSG получают краповый берет и подписывают своей кровью документ о зачислении в состав подразделения. Сержанты рядовые служат в SSG на постоянной основе, в то время как офицеры ротируются каждые три года. Служба в спецназе считается значимым этапом в карьере офицера. На данный момент SSG активно участвует в военных операциях в так называемой «зоне племен» для борьбы с местными талибами, выполняя разведывательные и ударные миссии. Кроме того, подразделению приходится противостоять террористическим атакам. В июле 2007 года бойцы SSG осуществили штурм мечети «Лал Масжид» в Исламабаде, которая была превращена в оплот исламистов. В результате операции погибли 10 спецназовцев во главе с подполковником Харуном Исламом, командиром контртеррористического подразделения SSG «Зарар». В 2009 году бойцы SSG освобождали захваченные террористами штаб-квартиру пакистанской армии в Равал Пинди и полицейскую академию в Лахоре. В декабре 2014 года они также освободили школу в Пешаваре от террористов. На бойцов SSG также возложена задача охраны ядерного оружия Пакистана. Кроме того, спецназ продолжает активно участвовать в трансграничных операциях в Кашмире. При анализе военных действий после 1965 года военно-морские силы Пакистана осознали необходимость создания специальных сил, способных выполнять тайные наступательные операции против вражеских береговых объектов и подразделений на море или в гаванях. В результате в 1966 году добровольцы, прошедшие специальную подготовку в качестве водолазов-спецназовцев, стали новым наступательным подразделением ВМС Пакистана. Подготовка добровольцев, отобранных из всех родов войск в морском спецназе Navy SSG, проводилась по образцу британской эскадрильи специальных катеров SBS, британской специальной авиационной службы SAS и морских котиков ВМС США. Они проходили обучение как водолазы, командос, десантники и операторы специальных судов многоцелевого назначения. Через несколько лет после создания Navy SSG подразделение приняло участие в индо-пакистанской войне 1971 года. Базой морского спецназа является военно-морская база Игбал. Здесь расположены штаб и учебный центр, а также подразделения материально-технического обеспечения. Штаб-квартира командующего Navy SSG также находится на базе Игбал. Морской спецназ Пакистана делится на три подкоманды. Командование военно-морской базы Игбал, командование сил, морские котики и командование VBSS. Визит, абордаж, обыск и захват. На командование военно-морской базы Игбал возлагается материально-техническая поддержка подразделений морских котиков и подразделений VBSS. Также ВМБ Игбал обеспечивает техническое обслуживание всех морских транспортов и катеров VBSS. Командование сил состоит из подразделений морских котиков, воздушно-десантных и антитеррористических подразделений. Основным подразделением командования сил являются группы морских котиков, основной задачей которых является проведение тайных операций в водах противника. С каждым днем увеличивается угроза диверсионных или террористических атак, и готовность к быстрому реагированию на такую угрозу является главной обязанностью антитеррористических групп сил. Задачи командования VBSS входят операции в открытом море и на якорных стоянках, наблюдение, антитеррористическая защита прибрежных и морских объектов, поиск и спасение, а также борьба с контрабандой. Многие офицеры всех подразделений спецназа Пакистана бывают прикомандированы к управлению межведомственной разведки ISI для тайных и разведывательных миссий. Силы специальных операций Пакистана часто проводят совместные учения со спецподразделениями США, Китая, Турции, ряда ближневосточных стран, а с 2016 года и России. В сентябре 2021 года в Азербайджане прошли международные учения «Три брата-2021» с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Начальник управления безопасности и борьбы с террором вооруженных сил Исламской Республики Пакистан, генерал-майор Мунтаз Хусейн, тогда заявил, «Для меня большая честь и гордость быть свидетелем совместных учений, проводимых с участием стоящих плечом к плечу братских сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Профессионализм, продемонстрированный спецназом в ходе учений, достоин всяческих похвал. Цели учений «Три брата-2021» достигнуты. Все это будет способствовать повышению уровня профессионализма всех участников». Продолжение следует...